Привет, друзья! С вами Раштарин Зука. Сегодня мы посмотрим на фигурку персонажа из игры Skylanders Web Force. Персонажа зовут Boom Jet. Вы могли уже увидеть у меня на канале распаковку и обзор самого комплекта игры Skylanders Web Force. В комплекте идёт три персонажа, остальные продаются отдельно. Так вот, это один из тех, что продаётся отдельно. Есть просто маленькие персонажи, а есть тел, у которых части тела можно менять местами. Так вот, это как раз таки из тех, у которого части тела соединяются и можно ими обмениваться с другими персонажами. Вот тут есть пометка Swap, как вы видите. Это означает, что он может менять части тела. И здесь также можно посмотреть, какие части ему подходят. Вот мы можем прокрутить. Кружочек, и тут у нас, например, Boom Cracking получится. Вот видите, внизу, да, такая часть тела показана. И название Boom Cracking. Вот здесь обозначена всего стихия, то есть воздух. И вот спецвозможность ракета, рокет. Стихия нас пускает в определённые локации, которые только для этих стихий доступны. То есть мы теперь сможем попасть в новые локации с этим значком. А рокет даёт возможность сыграть в некоторые мини-игры. Мне, кстати, эту фигурку совсем недавно приобрела жена. Подарила, так сказать. Просто так случайно увидела. Наткнулась на магазине на Skylanders и вот не смогла удержаться и приобрела. За что ей огромное спасибо. Так, ну что ж, можно осмотреть упаковку. Кстати, стоят они довольно-таки недёшево. Порядка 800 рублей стоит такая фигурка. Причём, которые неразборные, они стоят немного подешевле. А эти вот самые дорогие. Вот тут ещё какие-то фигурки есть из такой же серии показаны. То есть, у которых переключаются части тела. Давайте откроем. Я уже её вскрыл. Осталось только достать саму фигурку. Итак, вот что она из себя представляет. В комплекте идут какие-то бумажки. Это, видимо, очередная инструкция. Ничего интересного. Также идёт карта персонажа с его описанием. Вот его имя, опять же, бюджет. Тут различные его спецификации. Силы его, мощность и всё такое прочее. Сзади просто написано Skylanders. С каждым персонажем идёт своя карточка. Также идёт наклейка. Я не знаю, куда она предназначена клеить, но тут ещё есть какой-то вот код. То ли обойну для мобильного телефона можно получить, то ли фиг знает что. Вроде как в каких-то играх можно было эти коды использовать, но они там уже не нужны. В общем, если кому код нужен, забирайте. Вот она, наклейку, я не знаю. Я их просто сложу со всеми остальными. Так, вот можно посмотреть персонажа поближе. Очень забавно он выглядит. Я ещё пока не знаю, как это всё будет работать. То есть, что у него с ногами будет летать или что-то. Как-то будет перемещаться, может, смеется возможность. Сейчас мы это всё посмотрим отдельно. Так. Могу сказать, что фигурка выполнена качественно, но местами, мелкими местами, покраска не всегда аккуратная. То есть, вот, с зубами какие-то проблемы небольшие есть. Но это всё мелочи, конечно. Главное-то это поставить на портал и играть. Вот. Вот, кстати. Так она разбирается. Что ж, давайте посмотрим, как он будет выглядеть в игре. Итак, вот как персонаж выглядит в игре. Значит, что у нас умеет? Кидать ракеты. Так. Смотрите, он передвигается, как будто летает, да, на чём-то. Так, и ещё, что он у нас может, это подпрыгивать. Вот так вот, да? И кручиваю свой этот пылесос какой-то, я не знаю. И вот ещё может кидаться, стрелять чем-то прямо из пропеллера, я не знаю. Это, по-моему, он как бы бросает эти лопасти, такое ощущение. И при этом немножечко отъезжает назад. Что ж, давайте посмотрим, что у него есть в апгрейдах. Ради интереса. По этому делу, что у нас сейчас нет очков апгрейда. Чтобы апгрейд можно просто посмотреть, что можно улучшить. Заодно вот можно увидеть его крупнее, да? Итак, вверх у нас. Так, вот можно по несколько ракет пускать. По спирали опускать ракету. Большую, мигать, мощную ракету, чтобы типа задержка кнопки, да? Ну вот, различные возможности, значит. Так, и посмотрим низ. Типа для быстрого перемещения кнопку держать можно будет, да? Увеличивать скорость. Ну, по-моему, дело, что нижняя часть, она больше на передвижение рассчитана. И вот можно тут опять же, видать, на увеличение скорости прокачать его, либо выбрать на улучшение оружия. Ну что ж, на этом краткое знакомство с ним завершено. Возвращаемся в реальный мир. Итак, мы посмотрели все его игровые возможности. В ближайшее время ждите прохождения игры из-за этого персонажа. Одна серия будет точно. Ставьте лайк, если вам нравятся такие распаковки, обзоры. И ждите, в будущем будет распаковочка еще одного персонажа из серии Skylanders Swap Force. Ну а с вами был Раш на Минзука. До новых встреч!